Сейчас это называется грипферон, который уже разведён и пышкает детям в нос, если вдруг в садике сопли. Здесь одна ампула стоит 800 долларов. 800 долларов. У нас стоит 10 ампул 3 доллара. Здесь стоит одна ампула 800 долларов. Опять же, её назначают только вещи инфицированным, онкология. Ну и какие проблемы с имункой у кого есть? Ну это, да, просто так, конечно, не купишь. То есть, да, есть препараты, которые нельзя купить, потому что их покупают наркоманы, и из них потом варят разные наркотики. А некоторые просто потому что, да, а некоторые просто потому что доктора тоже зарабатывают, как ты говоришь, у них свои комиссионные есть, и они, конечно, деньги зарабатывают. 15% каждого прескрипшена, да, да. Вот, так что, ну я знаю, иммигранты, конечно, это знают. Ну и люди, которые когда-либо жили в Штатах или там в Канаде, то есть, что они любят с собой таскать? Это еда и медикаменты. Аптечка, аптечка, мой муж привезет в этот раз столько медикаментов, и бабуля, которая никогда в жизни не была в Америке, она говорит, молодой человек, куда вы столько набираете? Ну у нас же COVID-19, но у нас нету ни антибиотиков, у нас еще здесь нету, да, то есть, опять же, пойти к врачу, опять же, это все взять, это просто невозможно, антивирусных ничего нету. Вот, поэтому мой муж думает, ага, COVID-19, значит, надо с России, пока я там, набрать кучу всего и привезти на всю семью. Я не знаю, когда мы это используем, тут мы не болеем, но, наверное, может быть, раздать придется кому-то. Женщина старая в аптеке говорит, аптекарша, она говорит, фармацевт, да, она говорит, а куда вы столько набираете? Он говорит, ну, за границу. А куда, если вы хотите, ну, если не секрет, он говорит, в Америку. Ой, насмешили, в Америке у вас больше медицины, чем у нас, что вы врете? То есть, вот это поражает то, что в Россию приезжаешь, да, допустим, тому же самому там врачу, дантисту или кому-то, они говорят, ой, а кто тебе поставил эту железную пломбу? Да в Америке поставили. Ой, да что ты врешь, наверное, в бесплатной клинике там какой-нибудь черной. Нет тут такого, я за эту пломбу заплатила 800 долларов на минуточку. То есть, как бы, вот это, конечно, поражает наш русский, люди в России, которые ни разу не были за границей, в Америке или в Канаде, но они так яро утверждают о том, что здесь так классно, а у нас там-то все плохо. Вот это, конечно, поражает. Я знаю, что и под этим видео будут люди комментировать некоторые, их очень маленькие проценты, они будут комментировать, что вот мы живем в жопе. Я, кстати, хотел на ТикТок выложить вот это видео, вот то, что я хочу сказать. Это вот не надо говорить, что мы живем в жопе. Я объясню почему. Потому что, если вы конкретно живете в жопе, говорите я, не говорите мы. Я объясню почему. Сейчас кто-то скажет, нет, я не прав, тут все живут в жопе. Ладно, все на Мерседесах тоже живут в жопе. Не в этом смысл. Когда человек говорит, мы живем, то человек просто перекладывает ответственность за свое на всех, и тогда он никогда ничего не сделает, чтобы вылезти из этого положения. Если человек скажет я, человек осознает, что это моя вина, я в этом замешан, и я должен сам вылезти из этого состояния. То есть, хватит говорить, что мы живем в жопе. Если вы конкретно живете в жопе, то говорите я, и только тогда вы сможете оттуда вылезти. Слушай, Наталья, меня это так бесит, когда люди, которые никогда не были за границей, начинают мне рассказывать сказки невероятные, что там и это лучше, и то, и второе, и третье. Мне люди один раз сказали, ну, еда в Америке лучше. Я говорю, а, вы в Америке были? Нет, не были. Я говорю, не были, тогда как вы можете мне говорить, что еда в Америке лучше, если вы там никогда не были. Кто вам такое сказал? Брэд Питт? Голливуд? Это то же самое, Ютубы, Инстаграмы, я не знаю, что там, Тик-Таки. Я буквально наткнулась на какое-то видео, где чувак в Нью-Йорке кричит, что вообще на 500 долларов в Нью-Йорке можно жить вот так вот круто, он там пальцы. Как на 500 долларов в Нью-Йорке ты можешь выжить? Ты даже в колхозе, в деревне на 500 долларов не выживешь. Потому что как минимум тебе надо снять жилье, комнату хотя бы у кого-то, да. Тебе нужно взять на газ, тебе нужно на бензин, тебе нужно иметь машину, тебе нужны продукты, тебе нужен телефон, страховка, медицинская страховка и т.д. Ну, хорошо, если он сел на какие-то бенефиты государственной медицинской страховки, да, как нищий, то, может быть, ему не нужна медицинская страховка, но все равно ему не дадут машину, ему не оплатят аренду, ему не дадут бензин. Ты не можешь на 500 долларов прожить в Нью-Йорке. И вот это вранье постоянно. Опять же, кликнула на другой ютюбер какой-то там был, который вытаскивает кофе Starbucks, да, и стейки, стейки, которые по 90 долларов, и он говорит, что здесь это дают бесплатно. Ну, зачем вот это вранье? И люди, подписчики, надо валить, надо валить в Америку, в Америку. Как вообще может быть? Зачем они это делают? Я не понимаю. То есть, вот это вранье впихивают, они проплачены, или какая цель, зачем? Нет, не обязательно проплачены. Есть один блогер, называется, я не стесняюсь, я вообще за рекламу никакую, никакие деньги не беру, какая разница. А столица мира, столица мира, такой человечек один, он пропагандирует Америку, он просто говорит, что она прям вот изюминка, и главное, он любит брать данные, например, ковидные данные России, и потом до ковидные данные Америки, и говорит, вот смотри, какая разница, а я вижу эту разницу, ну, это отдельная тема. Ну, так вот, у него своя фирма, или он в ней работает, и он делает людям визы, то есть, есть люди, которые зарабатывают на этом, чем больше уедут, тем лучше им, это во-первых. Во-вторых, потом контакты, но в-третьих, в-третьих, ладно, это еще просмотры, потому что, если мы с тобой сейчас вот сядем и запишем отдельное видео, где мы будем говорить, что вы приедете в Америку, вам сразу бесплатную еду, бесплатное жилье, вас оденут, у вас будут ботинки, новые рубашки, там, кто-то машину в подарок даст, люди будут просто вот так вот смотреть, писать комментарии, все, пора валить, хочу уехать, потому что это сейчас контент, который люди хотят смотреть. А если вот им расскажешь, что нет, извините, пожалуйста, это не совсем все так, определенное количество людей скажет, ну, да, мы как бы это знали, или да, мы предполагали, а другой скажет, нет, такого быть не может, ну, не может быть, у них пойдет пена изо рта, они будут печатать кучу комментариев. Но этих людей я тоже люблю, как бы они помогают продвигать канал вперед. Вот, так что, вот почему. У каждого есть свой, правильно, как ты сказал, начни с себя, не говори, не обобщай всех, начни с себя. Что здесь, в Америке, начни с себя, то есть, если ты хочешь вырасти на определенный, значит, уровень финансовый, ты должен пахать. Одна из моих, значит, знакомых сказала, что, в принципе, США, это рабовладельческий лагерь с убойной дешевой кормежкой. Почему дешевая кормежка? Потому что, да, здесь есть левел, ты идешь в какой-то дешевый Walmart, да, и покупаешь кормежку, качество вообще неизвестно, какого продукты, из чего они сделаны, непонятно. Есть еще, оказывается, ниже, чем этот Walmart, там, сейк, 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 лат или что-то такое, я сделала. Но это, которые просроченные продукты продают? Категория, а? Это, которые просроченные продукты продают, есть такие магазины в Америке, да. Говорят, в Нью-Йорке даже есть, да, в больших городах, слава богу, не приходилось там быть, но, опять же, кстати, нет, с бывшим мужем я была, я была там, и это невозможно есть, мясо перезамороженное, и ты его будешь варить, и ты все равно не сможешь его жевать. Так он же, он же, бывший твой муж, он же военный человек, как военная семья может питаться в просроченных, из просроченных магазинов покупателей? А все очень просто, то есть, зарплата у него была достаточно хорошая, там, где-то, 4 тысячи, это без минусов, налогов и так далее, то есть, это очень большая зарплата, при том, все-все, мы были, мы жили в бесплатном Бараксе, у нас бесплатная медицина была, в бесплатной квартире, вот, просто он был, вот, с 18 лет, и вот, когда я вышла замуж, ему 32 года, да, он с 18 лет забрал столько долгов, что просто он с них не мог выбраться. Просто вот от его зарплаты, допустим, после, я не буду говорить, сколько после таксов, после налогов, но будем говорить о 4 тысяч, у него оставалось, не поверишь, на еду, на месяц, на еду, на газ, то есть, а его тракт было заправить газ, когда стоил долларов 150 в месяц, у него оставалось 320 долларов, из всей суммы, алименты, он еще таскал свою бывшую жену по этим, по судам, адвокаты, в общем, короче, денег не было, мы жили проголодь, я кричала, мама дорогая, ну, как бы, в уме, да, что, боже, я жила там лучше, чем здесь, ну, естественно, я пошла на работу, и дальше, как бы, вот, нормально. Тогда, тогда можем сделать, можем сделать такой вот переход, как раз на судебную систему, это одна, один из пунктов, которые ты хотела озвучить. Расскажи. Расскажите, система, значит, что получается, от своего бывшего мужа, значит, я ушла, отучившись в университете, да, то есть, получила бакалавра, как мы уже говорили, и, значит, и сразу же после градуэйшена, через 10 дней меня взяли в финансовый отдел, работать, значит, вот в онкологическую фармацевтию. Ушла, подала на развод, ушла, значит, с человеком просто не сложилось, и вот 9 лет моей жизни это был просто мрак, вот, и, значит, не сложилось, я была рада отучиться и уйти самостоятельно, как говорится, с поднятой гордо поднятой головой, ребенка на руках и ушла. Ничего не взял, потому что, в принципе, брать там много ничего не было, кроме долгов, вот. Но дело в том, что, дело в том, что долги, как сказать, с долгов там и вылезли, с долгов вылезли, он ездил, он ездил в Афганистан, где хорошо платят, ну, как бы горячая точка и так далее, по контракту. Долги мы все эти выплатили, мы даже взяли там несколько домов и так далее, но брать это при разводе, это просто берешь себе долги. То есть, если кто-то у тебя это не арендует, ты попал в долг, да, поэтому нечего взять. В любом случае, в то время, когда, и плюс еще были какие-то накопления, которые он украл, я думала, такая русская душа такая, думаю, 50 на 50, все это будет, как говорится, по, как сказать, по-честному, да. Он ворует все, я ухожу с ребенка, маленькая собачка и выплаченная машина, которую, в принципе, покупала я, вот, и сама себе, и зарабатывала сама. Вот, значит, что он это все профукал года за три. Я думаю, что это первый фактор, но то, что у него ничего не осталось, и так как он раньше всю жизнь жил в долгах, он не умеет совершенно, значит, управлять с вами финансами, он это все профукал, опять он в долгах, в казино и так далее, и у меня появляется русский муж, ну, как бы бойфренд, русский бойфренд, и тут они знакомятся, то есть, как бы, я думаю, что это повлияло очень сильно, его эго задело, у него нарциссическая натура, вот, поэтому алкоголик и психологические у него проблемы, то есть... Слушай, ну, у тебя великолепный муж, прям, ты описываешь такого ангела, рыцаря на белом коне, твой предыдущий муж, я имею в виду. Подарок, подарок, тут один через одного, как говорится, но есть хороший американцы, есть, есть, это просто мне такой подарок попался, моя ошибка очень большая, но опять же, не было бы его, не было бы моего сейчас мужа, моих детей, поэтому все классно, вот, и здесь его началось, значит, из стороны в сторону, то есть из крайности в крайности кидать, он начинает подавать на суд, забрать у меня ребенка, то есть, каким образом ты можешь забрать у меня ребенка? Я там не abusive mother, не избиваю ребенка, у меня работа, у меня дом, у меня, значит, у меня наркотиков нет, употребления, да, то есть у меня школы, психологи, ну, в общем, все соседи, все за меня. Да, но здесь начинается нонсенс вот этой судебной истории, судебной процедуры, значит, как только ты, после я уже сделала ресерч, это огромная коррупция, то есть деньги все, которые получают, они из family court, из семейных судов, эти деньги все идут на вооружение американских, значит, на войне, да, значит, вот, поэтому, как только ты туда шагнул один раз, больше тебя никогда не выпустят, независимо от того, что хорошая ты моя или плохая, то есть, получается, что несправедливость судов начинается так, в течение пяти лет он просто меня не начинает таскать, то есть, что обозначает это, она не дает мне ребенком, я иду на суд, показываю, вот телефонные звонки, вот я его в ребенка возила раз, два раза в месяц положено, да, вот я покупала билеты ему там, чтобы он съездил к папе, вот я, значит, FaceTime, вот Skype я включала, я все-все-все-все-все-все записываю, organize, на суде все доказала, показала, заплатила там 10 тысяч долларов, окей, you good to go, можешь уходить, через полгода он опять подает какую-нибудь такую херь, she's not involved me in a medical decision, нет, не-не-не-не-не, друган, ты опять врешь, опять, что я делаю? Нужно перевести, нужно перевести, что человек как бы, да. Извини, окей, допустим, то есть, по суду я обязана, когда я иду к ребенка к врачу, допустим, там, ухо-горло-нос, да, значит, я должна ему сообщить за 2-3 месяца, что я туда-то иду, он должен дать свое согласие, это по суду, так, и когда, значит, я иду к этому врачу, ребенка с ребенком, я должна поставить телефон на спикер, чтобы он полностью все услышал о том, чем говорит доктор, что я всегда выполняю и делаю, такая честная, вот, совершенно честная такая вот гражданка, вот. В суд он просто врет, что я этого не делаю, что опять нанимаешь адвоката, платишь там 6-7 тысяч долларов, опять же, повторюсь, у американцев таких, в принципе, денег нету, то есть, американцы берут это все в долг, у нас эти деньги есть, слава богу, если бы у нас их не было, я думаю, что, скорее всего, у меня бы ребенка забрали. Опять доказываю свою правоту. Через 5 месяцев, через месяц, через 2 опять то же самое происходит, но это ладно. Самое возмущение к тому, что все, значит, педагоги, все детские психологи на моей стороне и кричат в суде, что он плохой отец, он нарциссическая персона, он алкоголик, он ребенку делает 8 лет, значит, сотрясение головы, у нас emergency room report, у нас защита сервиса, у нас все. Что говорит суд? Суд просто говорит, oh, well, это playful accident, то есть это был акцидент в игре, у ребенка разбитый нос, кровь, потому что пьяный папа на него просто свои массы, он растолстел, ну, в общем, подарок жизни такой, что он падает своей массой, ребенку, значит, разбивает очки, разбивает нос, что делает, опять у нас репорт, у нас есть все, что делает суд, он говорит, playful accident, то есть ему позволено все, значит, мой ребенок уже 7 лет находится, получается, в заключении этой страны, почему? Ему не дают возможность даже выехать на 30 дней по туристической визе в Россию, увидеть своих родственников, значит, своих там кузенов и так далее. Значит, хожу в суд, я плачу за этот суд, я должна, значит, доказывать постоянно, что... То есть я его в суд не дергаю, он меня в суд дергает каждых там месяц, каждых 5 месяцев, каждых 6 месяцев. Но здесь, так как в суде, я тоже говорю, так, мне нужно, значит, его подпись на получение паспорта, да, на получение туристической визы выехать в Россию. Ему судья говорит, что он позволяет себе, он говорит, fuck it, разворачивается, покидает суд. То есть если бы сделала я сотрясение головы, разбитый нос или сказать там FU на судью, меня бы уже, в принципе, давно лишили родственских прав, правильно? Здесь это не действует, это не действует. То есть суды, в принципе, я выигрываю. Два раза он мне, ему судья три раза говорит, сделай паспорт, он выходит, он ничего не делает, судья по башке ему за это не дает. На третий раз у меня четвертый адвокат, кстати, немец, немец с немецкими корнями, разруливает ситуацию, я получаю, я получаю от этого же судьи разрешение, я получаю ребенку паспорт. В прошлом году я покупаю, делаю визу, я покупаю билеты, но COVID нам отменили, да? В этом году этот же судья кричит, ребенок не поедет в Россию. Тот же самый судья, который в прошлом году нам разрешил выезд. Опять. То есть вот это вот постоянно какая-то, постоянно какие-то системы, то есть вытяжка денег, вытяжка денег. Два года назад нам разрешили, мы шесть лет судились. Ой, не шесть лет, вот, вру-вру-вру. Четыре года, извините, судились за то, что я уже замужем, у меня уже маленький ребенок, то есть мужа бизнес у меня в Колорадо, в Денвере, мы живем в Сан-Плоисе, семья живет в Роси, то есть он приезжает раз в месяц, так как у него здесь бизнес оставить людей без присмотра, это такой народ ленивый и неответственный, поэтому в принципе надолго невозможно. Да нет, ну что ж ты там говоришь, ну мы же, ну что, все американцы ленивые, это сарказм, ну что все, ну ты говоришь, что американцы ленивый народ? Многие, многие, как вот, это многие, но они как бы не думая своей головой, они неответственные, то есть выходят, вот строишь ты дом, да, они должны прийти в 8 утра, они не пришли, они говорят, Сой, я там заболел, ой, у меня завтра, он перехоронил уже всю свою семью, понимаешь? То есть он говорит, мы не пришли, я не пришел, у меня опять кто-то умер, послезавтра опять умер, послезавтра опять кто-то умер. То есть вот такие ответственные работники, опять же, так как у нас здесь марихуана везде легально, то есть у моего мужа вот там 30, да, допустим, работников американцев, кто-то есть русские, русскоговорящие, они вот, они накурятся вот этой вот дурей, вот такие вот ходят, вот это глаза кучу обдобленные, им нужно сделать опись машины, демиджа, там что и как, они это забыли, за ними нужно контролировать. Кто-то снял хедлайнер, да, в машине, то есть вот у меня покрытие внутри, потом кто-то все поставил, обкуренный забыл там инструмент, машина уходит к хозяину, а инструмент и инструмент там гремит, понимаешь? То есть за ними нужно глаз и глаз, вот честно, вот прям, ну нельзя вот их оставить просто без присмотра, если ты хочешь быть, как говорится, successful здесь в этом бизнесе и не получать каких-то комплейн, ревью и не потерять контракты. То есть у нашей семьи, да, 4 года мы просимся у того же самого судья, причем этот судья нас разводил с тем, и вот он до сих пор в нашей жизни присутствует, он у нас на зарплате в течение уже стольких лет. Значит, тот же самый судья нас не выпускает, он говорит, пока ребенка не будет 18, зато 21 год, ты будешь жить в Сан-Тоисе, вот с таким крутым папой, да, то есть чтобы он виделся, а твой муж, это его проблема, что он там бизнес открыл. Нас не выпускает. Слушай, тогда, извини, извини, я перебью, так ты же не можешь вообще даже уехать в другой штат жить. Тебе запрещено, правильно? Нас выпустили, 2 года назад за 28 тысяч долларов нас выпустили. А, то есть за денежки можно? Но коррупции нет. Ты можешь сделать все, просто платить. Но коррупции нет. Ну это русские же говорят, да. ...систему. Я тебе хочу больше сказать, у меня пару американок вот по DIY попались, пьяные в дупель. Одна нету денег, ее забрали права на 10 лет, у нее забрали права. Вторая была еще пьянее, она заплатила 10 тысяч долларов, ее отпустили, и у нее просто поставили неправильная парковка. Но это было все через суд штат Вирджинии, и все прекрасно. То есть... Но коррупции нету. Коррупции нету. Я хочу, коррупции нету. Это же Америка, ну как может быть коррупция? Да еще. Я, мне, мне один, один раз на форуме, я, короче, я не буду говорить кто, я не буду говорить кто, не буду выдавать людей, ну короче, я знаю одного человека, вот хорошо знаю ее, она платила в Канаде 500 долларов. Каждый раз она появлялась на суде, она платила 500 долларов адвокату, он как-то делил это судьей, потому что у нее тоже были проблемы с вождением такие серьезные, и она могла ездить еще 6 месяцев. То есть она платит 500 баксов, ездит 6 месяцев, платит 500 баксов, это все продлевали. Но мне один русскоговорящий политик, ну он с политиками работал, мне говорил, ты врешь, это неправда, в Канаде все честные, коррупции нет. Я говорю, ну как, я же своими глазами видел, как она деньги передает адвокату, и потом у нее права не исчезают, они на 6 месяцев продали. Ну, коррупции нету вообще, нет, все честно. Нету коррупции совершенно, да, просто это исчисляется в огромных суммах, это не где-то там 100 долларов в ГАИшнику, естественно, нет, но опять же, если тебя ловит, у моего мужа было много раз такое, то есть он у меня такой шумахер-каскадер, если тебя ловят, допустим, за превышение скорости, тебе дают тикет, да, ты идешь в суд, нанимаешь адвоката, ой, но ты в суд не идешь, но ты нанимаешь адвоката, адвокат идет за тебя в суд, и тебе ставят просто, что ты где-то там неправильно припарковался или пересек красный цвет за деньги. Но коррупции нету? Коррупции нету, да. Коррупции нету, все это. Тут вообще все четко, все по системе, все честно, это же страна Америка, да, да. То есть, да, все, короче, решают деньги, как и везде, особенно если бы вот у меня есть, допустим, знакомые доктора, у меня есть знакомые преподаватели, там какие-то научные работники и так далее, но вот у меня нету знакомых в полицейском, а еще было бы лучше в налоговом или в судебной системе, тогда бы, я думаю, что я в этой ситуации не была бы. Опять же, потому что мой муж имеет хороший очень доход, мы отбиваемся вот чисто вот тысячи, тысячи, тысячи. На минуточку, когда я работала, значит, в фармацевтической компании, моя годовая зарплата была, сколько, 30 тысяч, по-моему, минус налог, ну пусть 26, 28. Один суд, чтобы мне переехать с Ант-Лойса до Колорадо, к мужу, да, воссоединение семьи, так говорится, да, точки от одного штата в другой, стоило 28 тысяч. То есть моя годовая зарплата, если бы я работала вот в той фармацевтической компании. Понимаешь, на таких деньгах идет речь. Ну, конечно. Если бы у меня этих денег не было, я бы там жила, пока ребенку не исполнилось 18, а может быть 21 год. Естественно, по этой же причине мы не можем уехать в Россию. Если бы я могла уехать в Россию, нас бы не было уже здесь как минимум 10 лет назад. Ну, я просто хочу еще раз спросить, но коррупции в США нет. Последний раз спрашиваю. Она есть. Я же только что объяснила. Да, то есть я как бы с улыбкой на листе говорю, что ее нет. Это, конечно же, подкол. Это, в кавычки, да, о том, что ее нет. Конечно же, она есть. Да, я понимаю, просто будут комментаторы, которые уверены, что коррупция существует только в России, все проблемы только в России, а в Америке все святое. Конечно, все. Плати везде, особенно бизнесы. Есть кидалово бизнесов, здесь такое кидалово, что никакой суд тебе не поможет. То есть вот мой муж, когда он не начал свой бизнес.